Путешествия по историческим местам и местам воинской славы Старого Оскола. Управление культуры организовало серию экскурсий для старооскольцев серебряного возраста, ветеранов труда и представителей общественных организаций. Подробнее в нашем следующем репортаже. Отправной точкой стал Старооскольский театр. Бывшее здание духовного училища было построено на пожертвования горожан. Во время войны в 1942 году именно здесь личному составу Таманской дивизии вручили гвардейский стяг – символ отваги, стойкости и героизма. Из исторических зданий меня всегда впечатлял наш театр. Он как-то менялся со временем, и история его очень такая, ну, многогранная. Что там только не было в него в этом театре. Проезжая по главной улице Старого Оскола Ленина, участникам экскурсии рассказали и о здании бывшего общественного банка, и о женской гимназии Лидии Берилёвой, которая открыла её в 1910 году и посвятила себя образованию молодого поколения. К сожалению, некоторые памятники истории нашего города давно канули в лету. Мне очень интересно попрощать все время, смотреть изменения в городе, красоту эту. Единственное, что я переживаю, они считаются памятниками истории, государство должно за ними ухаживать. Один даже снесли в ту нашу экскурсию. Много зданий, видите, в каком виде, особенно когда мы проезжали от самой администрации. Группа экскурсантов, в которую вошли около 30 человек, посетили аптеку Турминского. Мемориальный комплекс «Атаманский лес. Площадь Победы». С историей края их знакомил научный сотрудник краеведческого музея Константин Филатов. Старый Оскол – это самый перспективный пункт в Белгородской области с точки зрения развития туризма. И я глубоко убежден в том, что основой туризма в нашем крае может быть только исторический туризм. И к нему уже можно пристыковывать промышленный туризм и так далее. То есть исторический туризм – это основа. И для показа, конечно же, необходимо нам, как городу, ну и, наверное, даже это проблема областного уровня, чтобы сохранялись наши памятники и чтобы их можно было показывать. Экскурсии для пенсионеров организовывает Староскольское управление культуры. Они продлятся до 30 мая. Записаться можно по телефону в Старом Осколе 24 53 28.